Альфа на ее стороне, и она получает основную долю добычи. Черное пятно, несмотря на то, что проводит почти все время с волчатами, не получает ничего, кроме шкуры. Другие члены стаи еще не осознают, насколько она важна для всей семьи. В лучах весеннего солнца волчата снова появляются снаружи. Им всего неделя, и они еще слепые. В логове стаи Эврика есть более одного логова. И Белоснежка, похоже, не знает, куда девать своих щенков. Она что-то чувствует. Поскольку большая часть стаи ушла с Альфой на охоту, те, кто остался в логове, должны быть в постоянной готовности. Внезапно появляется злоумышленница. Она подбегает к логову и сразу идет в атаку. Нужна помощь черного пятна. Белоснежка идет в контратаку. Она должна защитить щенков. Несмотря на то, что она уступает от численности, неизвестная самка продолжает сражаться. Ее мотивация остается неясной. Ученые никогда не видели такого поведения у волчицы. И она направляется прямо в логово. Но черное пятно прыгает туда перед ней первой, заблокировав ход своим телом. Они должны вытащить агрессора, иначе она убьет щенков. Вместе белоснежка и черное пятно успешно отбивают нападение незваного гостя. Щенки в безопасности. На этот раз. По мере того, как весна идет, она переходит в лето, щенки становятся больше и сильнее. Черное пятно проводит с ними все свое время и даже кормит щенков. Это возможно только в том случае, если у нее тоже есть собственные щенки. Вот, видимо, поэтому у нее есть желание растить потомство, даже если это не ее помет. τεistic сумки. Он также увидит росток, Романтическийergедогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогог 0.009tro. Две кормящие самки, которые ухаживают за одним и тем же пометом, встречаются крайне редко. Такое поведение волчицы никогда еще не было ранее задокументировано. Видно, как обе самки заботливо и внимательно относятся к детенышам. И неудивительно, что у щенков все прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Волки не единственные, кто так заботится о своих детенышах. У песцов свой собственный дом с множеством детей и кучей забот. Все стараются максимально использовать короткое арктическое лето. С таким количеством молодежи нет времени на отдых. Жизнь у самца-песца достаточно тяжелая без того, что на него не нападали бы пикирующие поморники. Еда съедается быстро, и ему некогда отдыхать. Сегодня ему нужно поймать еще 30 леммингов. Так как детеныши подрастают и начинают есть больше. Паре приходится ловить более сотни леммингов в день, чтобы накормить их всех. А дети сейчас все в играх. Но если ты не съешь свой обед, то это мгновенно сделать то-то другой. Лето для стаи Эврика было непростым. А они не добывали овца быка больше месяца. Им нужна крупная добыча, чтобы накормить стаю такого размера. В то время как белоснежка поймала добычу поменьше, черное пятно может обглодать лишь несколько старых костей. Этого недостаточно, но ее самоотверженность не отпускает ее от малышей. И она снова голодает. Поморникам везет найти пищу больше, чем их волкам. Их птенец должен быстро расти и должен опериться к началу августа. В его меню и насекомые, и лемминги. У арктических зайцев также детеныши. В отличие от своих родителей, зайчата хорошо маскируются. И когда они совершенно неподвижны, их крайне сложно заметить. Однако у поморников другая стратегия защиты. Даже альфа не может справиться с разъяренными птицами. И побежденный альфа уходит дальше. Снова время еды в логове птиццов. В этой паре 11 отпрысков. С таким количеством ртов, которые нужно кормить, еда делится по принципу «Первым сел, первый съел». Даже их матери порой нужен перерыв. А в логове стаи Эврика что-то идет не так. Черное пятно очень слабо. А она едва может ходить. Она тяжело больна. Проводя весь день и каждый день со щенками, она ничего не ела. Белоснежка же могла охотиться и осталась здоровой. Альфа тоже чувствует, что что-то не так. Несмотря на то, что она едва может стоять, черное пятно позволяет щенкам ее сосать. Ее инстинкт заботы о них очень силен. А остальная часть стаи еще не осознала всю серьезность ситуации. Они все голодны. А черное пятно голодает постоянно. На следующий день черное пятно умерло. Ее смерть это напоминание о том, что жизнь в Арктике не бывает легкой. Даже летом грань между успехом и неудачей крайне танка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 удар. Для овца-быков холод не проблема. Но как с холодом справятся щенки-белоснежки? Есть еще другие проблемы, с которыми она, возможно, столкнется. Например, захватчики. Снег как быстро выпал, так и исчез. К счастью, Белоснежка – опытная мать. И она знает, что в 30 километрах на запад есть еда. Много еды. На острове Элсмир полярные зайцы бегают стадами. Холмистые склоны идеально подходят для их выпаса. Но снова появляются захватчики. Но овцы-бык их не интересуют. Потому что они заметили что-то другое. Территория стаи часто пересекаются по краям. И зоны контроля могут смешиваться. Один из членов стаи Эврика слишком далеко зашел на территорию этой стаи. И теперь расплачивается за это. Он пытается дать отпор, но его превосходит численностью. Наибольшую опасность для волков здесь представляют другие волки. Конфликты между стаями – самая большая причина гибели волков. В то время как арктические волки могут жить дикой природе 12-13 лет, мало кто проживет дольше пяти. Путешествие в одиночку может быть смертельным в Арктике. Успеет ли белоснежка вовремя найти свою стаю? Белоснежка идет на запад. Ее щенки в безопасности, но им еще многое предстоит сделать. Щенки могут пройти всего 3 или 5 километров, прежде чем им понадобится несколько дней для отдыха. Наконец-то появляется кто-то из ее семьи. Им удалось выйти на ее след. Белоснежке нужна их помощь, чтобы прокормить щенков. К счастью, зайцев много. И они крупные. Белоснежке еще предстоит пройти 15 километров по холмам, чтобы охотиться за зайцами. Но, по крайней мере, не так далеко, как раньше. Теперь щенки едят мясо, их аппетит растет. Сытый щенок можно набрать в весе по 200 граммов в день. Старший брат пытается схватить кусок, но это еда только для самых маленьких. Ему придется самому добывать себе еду. А семья должна двигаться вперед. Далее на запад лежат широкие поля, в которых вольготно и зайцам, и овцебыкам. Это хорошее время года для всех животных. Это время наращивания запасов. Ну и погреться на летнем солнце. Песцы тоже перенесли своих детенышей. Как у волков, у песцов для их детенышей не одно логово, а целая сеть из них. Игры по-прежнему главный приоритет. Но детство у песца короткое. Это важное время, когда они должны учиться охотиться. А также научиться не совершать ошибок. Этот большой самец быка явно недоволен. Так что лучше всего оставить спящих быков в покое. После трудного и напряженного путешествия Белоснежка и щенки наконец-то добрались до места назначения. Там к ней снова присоединяется Альфа. Она воссоединяется с остальной стаей. И они наконец вместе наслаждаются летним теплом. Нас что-то пугает стаю. Крупный овцебых бродит прямо посреди места их отдыха. Это почти сезон гона. И в это время года самцы наиболее агрессивны. Бэк весом более 300 килограммов в расцвете сил. Это та сила, с которой нужно считаться. В пять раз тяжелее волка. Он может легко растоптать щенков и обрушить тоннели, в которых они прячутся. Это реальное противостояние. Волк и быстрее его. Но одно неверное движение, и он порвет волка своими рогами. Белоснежка должна быть осторожна. Если бы стая была очень голодна, они могли бы окружить его и убить. Но не стоит рисковать, когда в этом районе так много зайцев. Белоснежка возвращается к щенкам, чтобы проверить их безопасность. В ближайшие месяцы щенкам предстоит столкнуться еще с многими проблемами. Но благодаря самоотверженности черного пятна и белоснежки у них есть все, чтобы справиться с этим. У одной юной самочки тоже есть характерное черное пятно в основании хвоста, как у ее приемной матери. Работая вместе, стая обеспечила безопасность своих щенков. Им еще многому нужно научиться, прежде чем время года снова изменится. До зимы осталось всего шесть недель. И впервые эти волчата столкнутся с ледяным холодом и месяцами кромешной тьмы.